Дорогие друзья, счастлив всех приветствовать на нашем 10-м юбилейном стамп-фестивале. В этом году он по понятным причинам проходит не в столь привычных нам условиях живого концертного общения, а в онлайн-формате. Ну, между тем, это даже и интереснее, потому что, возможно, мы сможем охватить какую-то больше аудитории. По крайней мере, в этом году мы постарались наш формат разнообразить, как это бы назвать так по-человечески, ну, некими лекциями, что ли. Значит, каждый из членов экспертного совета подготовил какую-то свою информацию, которую хотел донести до участников фестиваля, и, возможно, что и до слушателей, и кому-то будут интересны разные темы. Каждый из нас нашел какую-то свою. В частности, я постарался показать процесс, которым я занимаюсь каждый день. Да, это некий композиторский процесс в компьютерном преломлении. То есть, то, что мы в нашем 21 веке, композиторы должны знать и использовать. Да, это программы для набора нот, это программы, которые помогают нам в каком-то оформлении наших мыслей, и, что самое важное, программы, которые позволяют нам послушать, что получилось. То есть, у нас, собственно, мы, как сказать, не Мендельсоны все, у нас нет собственного оркестра, да, и не Гайдны, собственного оркестра, как у Гайдна, да, нанятого князя Мастерхази, у нас тоже нет. Зато у нас есть компьютер, и благодаря этому и современным технологиям мы можем очень приличного достичь звучания, что помогает нам совершенствоваться. Потому что композитор, он должен слышать, что он делает. Когда он не слышит того, что он делает, работает он наугад, и, как правило, результаты оставляют желать лучшего. Не случайно основной экзамен в консерватории композиторской, да, это экзамен с симфоническим оркестром, когда композитор теоретически первый раз в жизни, на практике, конечно, многие раньше, но, в общем, к этому экзамену многие в первый раз в жизни слышат свою оркестровую музыку. Но, повторюсь, в общем, сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы свою собственную музыку слушать в таком более-менее приличном компьютерном варианте, сильно отличающимся от того, что позволяет автоматическое озвучивание нотных программ, которыми мы все пользуемся, там, в Финале и Сибелиус. В общем, я постарался в неком таком часовом видео на практике просто с экрана компьютера показать, как технически, да, каких, так сказать, успехов можно достичь совершенно несложными манипуляциями. Вот, надеюсь, что кому-то это будет интересно, и если будут какие-то вопросы, то, я думаю, что можно со мной связаться, и я всячески могу тему этого видео развить в дальнейшем. Успехов вам! Мы желаем каждому композитору максимальной творческой реализации, а слушателям мы желаем приятного прослушивания. Приветствую всех участников Стамп-фестиваля. Сегодня речь у нас пойдет об использовании компьютера в обиходе современного композитора. Как мы понимаем, когда-то, когда никаких компьютеров не существовало, точно так же возможности наши по прослушиванию и представлению нашего произведения, написанного там совсем недавно, ограничивались только какой-то возможностью послушать его либо живьем, либо сыграть на рояле или на каких-то подручных других музыкальных инструментах. Соответственно, композиторы, которые писали для оркестра, были вынуждены слушать свою музыку или исполнять ее на рояле в четыре руки, или слушать ее на репетициях своего произведения и, соответственно, постоянно ловить какие-то неожиданности. Потому что внутренний слух композитора очень сильно зависит от внешнего слуха. И композитору необходима постоянная обратная двойная связь. Нам нужно слышать то, что мы написали, для того, чтобы в следующий раз писать более грамотно. По крайней мере, чтобы наши какие-то представления о собственной музыке не расходились с реальностью. Вот. Ну и раньше как было? Был, например, Мендельсон, которому папа имел возможность оркестр купить. Или, например, был Гайден, суть работы которого сводилась в том, что его содержал богатый князь, у которого был собственный оркестр. Вот. И вот таким композиторам, конечно, жилось проще, чем, например, Шуберту, которого такой возможности не было. Ну, который, правда, несмотря на это, оркестровал совершенно замечательно для своего времени. Вот. Или были, например, Берлиоз, у которого была возможность вообще послушать какие-нибудь свои здоровенные глобальные произведения с использованием 20 кларнетов и прочими всякими 12 трубами. Вот. Такое, да, тоже случалось. Но в наше время это все из области утопии уже, да. Но зато у нас есть компьютер. Компьютер сейчас может практически все. По крайней мере, в той сфере, которую вот сейчас мы обсуждаем, он точно может очень многое. И вот я хочу сейчас показать просто на примере своей собственной какой-то деятельности, да, как я, значит, пишу музыку технически и как я ее слушаю. И в конечном итоге то, что мы, значит, вот это слушаем, мы в конечном итоге можем это подать дирижеру, он это тоже слышит заранее, да. И, соответственно, имеет полное представление о музыке не только из графической партитуры, да, а из звучания, которое приближено более-менее к реальному звучанию оркестра. Значит, если разложить по полочкам наши действия, что мы делаем? Сначала мы пишем музыку. Для этого можно пользоваться карандашом и бумагой, можно пользоваться тем же самым компьютером. Понятно, что абсолютное большинство композиторов сейчас представляет, как это делается. Но на всякий случай, вы эту часть потом там промотаете, но на всякий случай я все-таки это сейчас сделаю и наберу какой-то кусок какого-то произведения, даже вернее никакого-то, а я подумал, что будет забавно набрать кусочек из свиридовского «Времени вперед», потому что оно звучало на заставке передачи «Время», и оно очень прикольное. Вот это произведение, все его знают, конечно. А мы его, значит, сейчас наберем, сделаем хороший такой, приведем в хороший печатный вид заодно, и потом превратим это все дело в хорошее оркестровое звучание. Значит, как это делается идеологически? Мы используем программу. Они есть разные. Есть две основные конкурирующие программы. Это «Финали» и «Сибилиус». Как правило, композиторы могут работать в одной из них, хотя бывают люди, которые досконально знают обе. Я знаю только одну, я работаю в «Финали», но это для звучания совершенно не принципиально. Это не важно, в чем мы сейчас будем набирать. Почему это не важно? Потому что существует кросс-платформенный формат, который не зависит от того, в какой программе, что мы там набрали. Это очень старый формат, который называется «Миди», в который мы эти ноты самые превращаем, а уже это «Миди» суем в другую программу, которая умеет под каждую нотку у нас подкладывать звук. Звук, причем записанный в студийных условиях, каждым инструментом в куче разных вариантов, в куче разных штрихов и так далее. Мы будем использовать так называемые библиотеки сэмплов. Но не забегаем вперед, сейчас давайте по порядку. Сначала мы набираем на компьютере, набираем, значит, вот эту вот партитуру. Пробуем это сейчас сделать. Так. Вот она у нас открыта. Значит, давайте посмотрим, какой тут состав оркестра сначала. Вот наш оркестр. Полный набор деревяшек. Тройной состав получается. Обычный набор меди. Некое количество ударных. Челесто, две арфы фортепиано и струнные. Но в том кусочке, который мы будем набирать, там не все будут участвовать. Там, мне кажется, только деревяшки, какая-то часть меди, немножко ударных и струнные. По-моему, так. Сейчас можем проверить. Вот здесь она находится, вот отсюда начинается. Струнные. Да, трубы. Вот они, деревяшки. Балтурные. Да, здесь она закончится. Хорошо. Значит, открываем программу в финале. Еще раз повторю, вы можете пользоваться любой. Можете Сибелиуса, можете, там еще разные есть, типа Дорико и прочие разные конкуренты этих программ. Значит, создаем партитуру. Мы сразу сделаем печатной. Да, постараемся сделать такой, чтобы ее можно было не стыдно отдать в издательство. Ну, или, по крайней мере, просто отдать в оркестр. Отдать дирижера, чтобы ему было удобно это читать. Итак, значит, смотрим еще раз, что там у нас нужно будет. Пикколо, флейт, гобои. Ага. Вот у нас здесь выбор. Ставим. Пикколо. Из этой колоночки сюда переносим. Флейты, гобои, английский рожок. Значит, кларнеты, бас-кларнет там тоже есть. Где он? Вот он, бас-кларнет. Фагот, контрафагот. Дальше из меди нам понадобятся только волторны и трубы. Значит, вот медь. Мы ставим две строчки волторн, как вот здесь, как в оригинале. И одна строчка труб. Дальше нам понадобится малый барабан. Где, 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 где? Вот барабанчики. Малый барабан. И нам понадобится коробочка. Надеюсь, она здесь есть, но если нет, это не страшно. Коробочки нет. Мы как-нибудь обзовем другой какой-нибудь инструмент коробочкой. Заодно покажу, как это делается. Напишем тамбурин. Так, только коробочка здесь написана под малым барабаном. Вот это. И струдные. Все. Остались у нас струдные. Вот они. Две, значит, скрипичных партии. Вилончельные. Знакольтые. Вилончели. Контрабасы. Все. Значит, тональность у нас. Си бемоль минор. Пишем здесь минор. Пишем здесь си бемоль. Размер у нас 4 четверти. Вот он, 4 четверти. Сейчас проверим. Можно эстетски значком С написать. Но нет. Там нет С. Там 4 четверти в оригинале. Так и есть. Хорошо. Вот у нас все это богатство открылось. Значит, теперь что мы делаем? Ну, для того, чтобы это было чуть более печатно, можно переименовать это немножко все. Хотя, честно говоря, чтобы не тратить времени, давайте не будем это делать. Но в целом, переименуем только то, что необходимо в алтурной, чтобы не перепутать, что их там 4, а не 2. Мы их назовем вот так. А вот эту назовем вот так. И в сокращенном виде тоже. Здесь 3, 4. А здесь 1, 2. Вот. И вот это уберем. Окей. Теперь мы переименуем, значит, вот это в тамбуру. Без пиккола, просто тамбура. Так, вообще. Так. А этот мы переименуем в коробочку. Ленью. И здесь автономер тоже отключим, иначе у нас потом путаница будет. Так. Сами инструменты сейчас будут звучать по-уродски. Мы их все отправим в другую библиотеку. Сейчас не обращайте внимания на то, что я делаю. Можете прокрутить на минуту вперед. Можете не прокручивать. В общем, это некая подготовка, которая необходима, иначе будет звучать все во время набора. Очень странно. Так. Здесь нужно струнные. Иначе будет... Иначе сольные инструменты будут играть. Это некрасиво. Струнные. 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 Так. Куда заехал немножко. Вот. Значит, струнные, струнные, струнные. 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 Значит, идеологически. Каждая дорожка, у нас вот каждая линия, натоносец, привязана к некоему звучанию, к некой библиотеке звуков. Это пока что библиотека внутри компьютерная, так называемая, миди-библиотека. Она очень простенькая и звучит, так скажем, непритязательно. То есть, вот, например... Это вот струнные там звучат. Да? Или вот там трубы. И так далее. Как-то это звучит, и многие композиторы этим довольствуются. Но можно достичь гораздо лучших результатов. Итак, значит, как мы набираем ноты. Мы пользуемся миди-клавиатурой. Вот она у меня сейчас постукивает. Вот можете послушать стук, который слышен. Это на клавиши я нажимаю, она и стучит. Значит, сейчас мы здесь ставим страницу партитуры Сверидова, оригинальную. Здесь, значит, вот наша программа. Сейчас мы сразу сохраним. Назовем это Сверидов. И еще в финале, в общем, в себе или все те же самые штуки, нужно назначить мне, мне так просто проще, несколько клавиатурных сокращений, иначе потом мне будет неудобно набирать. Ну, в целом, со всеми премудростями, конечно, за время этого обзора, которым я сейчас занимаюсь, конечно, невозможно описать эту программу. Она сложная, она профессиональная программа, в ней нужно разбираться. Есть специальные книжки, даже на русском языке есть, по финале и по Сибелиусу есть. Вот, поэтому, кто еще не умеет этим пользоваться, или кто умеет этим пользоваться в недостаточной степени, недостаточно свободно, крайне рекомендую именно профессионально овладеть этим инструментом. Это не суперсложно, но это очень сильно помогает композитору. Вот, значит, так, какой у нас темп в начале? Олегро Бивачо 160, половинка, да? Я думаю, что это он загнул, половинка 160, ну, поставим, почему нет, нам не жалко. Пишем, значит, Олегро Бивачо, господи, да, значит, 160, половинка. И выставляем это именно темпом. По-моему, не может быть половинка, наверное, четвертая. Ошиблись. Так, начинаем набирать. Начинаем вот с этого такта. Делается это очень просто. Мы будем пользоваться сейчас максимальными средствами для сокращения нашей работы, чтобы как можно быстрее это набрать. Значит, для этого делаем так. Рэй-бемоль, он у нас тут все время будет повторяться, да? Возьмем его и повторим все время. Пять раз, вон тут шесть, да, на этой странице. Дальше пока не заглядываю. Так, шесть. Так. Дальше, си-бемольчик, тоже он у нас повторяется, шесть тактов. Форта, да? Дальше здесь соль-бемоль, он тоже повторяется. Так. Здесь квинта, тоже будет повторяться. И бас сразу. Вот так вот это объединим. Вот у нас уже набран аккомпанемент. Значит, здесь малый барабан играет такой же ритм, просто восьмыми. Значит, мы делаем то же самое. Вот, набрали восьмыми, пишем форта. Вот этот аккорд я не буду писать. Ну, или напишу. Ладно, хорошо, пусть начнем с него. Ладно, пусть будет. Не жалко. Так. Инглийский разжег. Значит, бас-кларнет. Ага, бас-кларнет нужно писать. В каком ключе? Басовым. Почему-то в финале по умолчанию в скрипичном ставят, во французском стиле. Так, значит, фаготы, контрфаготы. Итак, значит, где у нас эта тема трубы? Теперь, собственно, нам нужно саму трубу написать. Вот. Извиняюсь. Пишем форте. Так, здесь уже все закончено. Надо, кстати, не забыть, что это труба с урдиной. От того, что я сейчас напишу, это в наших дальнейших действиях ничего не поменяется. Я писать не буду, но просто надо не забыть, что труба у нас с урдиной звучит. Так, вторая страница. Значит, мы пытаемся максимально сократить свои телодвижения. Потому что набор нот — это не самое веселое в мире занятие. Чем быстрее его делать, тем больше мы внимания можем уделить, собственно говоря, звучанию потом. Хотя, конечно, когда речь идет о работе именно композиторской, то, в общем-то, и неважно, сколько времени занимает набор нот. Все равно, если вы научились это делать быстро, в любом случае, вы будете быстрее писать ноты, чем их сочинять. Так, эта страница у струны готова. Мы копируем строчку малого барабана. Мы пишем коробочку. Напишем даже у нее вот крещендо и фартиссимо. Так, продолжаем строчку трубы. Все, закончили строчку трубы. Все, эта страница написана, следующая страница. Вон там уже деревяшечки прибавляются, да. Значит, начало опять-таки струны. Фа у нас остается. Четыре такта и себе моль. Значит, рэ бемоль у нас остается. Четыре такта и собемоль. Берем, да. Теперь внизу себе моль у нас. Копируем. Вставляем. Рэ бемоль. Значит, здесь. Так, все. Здесь копируем, копируем. Себемоль. Так, все. Струны готовы. Продолжаем строчку малого барабана. Заканчиваем фразу в коробочке. Не обращайте внимания, что она так пищит. Потом такое не будет. Мы не будем слушать ее писк. Тему трубы заканчиваем. Так, валторны прибавляются. Они, кстати, играют одни и те же ноты, так что мы могли бы и одной строчкой обойтись. Так, деревяшки. Так, восьмерку не забыть написать. Флейта там улетает в стратосферу. Значит, и флейта пикола еще к ней прибавляется. Тоже на фортиссимо. Значит, здесь гобойчик играет эту же фразу. А второй гобой играет отдельные целые ноты. И с ним же английский рожок. Так. Кларнет тоже где-то там улетает в стратосфере. Второй кларнет. Вот что делает. Значит, бас кларнет. Вот его фраза. Фаготы. Так. И контрфагот. Вот она. Все, эта страница есть. И вот это будет последняя страница. И мы будем заканчивать в конце такта, без сильной доли. Прямо как в заставке передачи время. Так, себе мольчик. Так. Окей. Это есть. И вот она и фраза закончилась у трубы. Волторные. Так. И деревяшки заканчивают играть. Восьмерочку нужно перенести. Надо сделать вот так. Так. Сделали. Так. Пиккола. Гобой то же самое делает. Второй гобой. Английский рожок. Опять дотяните ноты из-за того, что транспонирующий инструмент. И в финале нужно набрать именно вот эту ноту. То есть как бы не бемоль, а прозвучит рэ бемоль. То же самое с бас кларнетом. Я сейчас нажму до, а звучать будет себе моль. Но напишется до при этом. Кажется, все. Теперь мы можем послушать то, что получилось в финале. Многие на этом, собственно, и заканчивают. И делают из этого аудиофайл. И отправляют дирижеру. На самом деле такое звучание, оно, ну так себе звучание. Если музыка хорошая, составить впечатление можно о ней. Правда, опять-таки, тоже не во всех случаях. Вот если там какие-то медленные скрипичные дела, там струнные, они звучат уж совсем механистично и некрасиво. Вот. Ну, какое впечатление может составить? В общем, в целом звучит вот так вот это все удовольствие. Давайте послушаем. Ну, у нас все деревяшки переключали. Трубы, чего в реальности не произойдет. Но, в общем, мы сейчас, собственно, этим и будем заниматься. Как из этого сделать достойный звук. Значит, идеология работает такая. У нас есть ноты. Каждая строчка ассоциирована с неким банком звуков. В целом, этот банк называется медиа. И это такая очень упрощенная служебная информация для компьютера, которая говорит о том, что вот данный звук такой-то частоты играется таким-то тембром. Ну, в частности, он флейтой играет с таким-то тембром. Нота соль какая-нибудь играет с такой-то громкостью. У громкости есть 127 градаций. И у некоторых других параметров тоже есть 127 градаций. 128, вернее. Нет, пардон, ноль, потому что это тоже градация звука. Вот. Значит, какие там параметры есть? Еще так называемые экспрессия. Есть всякие там разные еще другие параметры. Всякого положения в пространстве правого-левого. Там тоже много всякого. На самом деле. Ну, в общем, это все такая служебная информация для компьютера. Собственно, сам вот тембр, вот то, что этими параметрами, да, может модулироваться, да, по-разному звучать. Вот сам тембр можно взять из других источников. Не из самого MIDI, да, а заставить в этом MIDI тембр поменяться, взяв его из банков звуков. Так называемые, значит, библиотеки VST. Есть VST, называется. Это прям специально целые команды звукорежиссеров, залы, оркестры записывают. Это может длиться там, это сессия записи, может месяц длиться. Записывают, значит, следующее. Каждый инструмент сидит в разных местах зала под разными микрофонами и записывает с максимально возможным количеством градаций каждую нотку в отдельности и все соединения между нотами. В целом получается гигантская библиотека. Они занимают там все... Все речь идет о сотнях гигабайт. Все это помещается в оперативную память компьютера. То есть работа происходит исключительно в оперативной памяти, не на винчестере, потому что иначе это просто все будет тормозить дико. Поэтому, собственно говоря, работа с сэмплами это достаточно ресурсоемкая штука для компьютера. И компьютеры нужны достаточно прогрессивные. То есть вот в моем компьютере сейчас 64 гигабайта оперативной памяти. И это такой нижний потолок. То есть это такой минимум, с которым вообще имеет смысл этим заниматься по-серьезному. А настоящие профессионалы этого дела, которые прямо на кино работают, люди зарабатывают этим деньги. Оркестровым звучанием, сделанным на компьютере. Так называемым программингом. Вот у этих людей бывают целые фермы такие из компьютеров по нескольку очень-очень крутых машин, которые объединяются в один ресурс и обслуживают исключительно одну программу, которую сейчас я и включу. Программа эта называется Cubase. На самом деле точно так же, как в Финале и Сибелиус, точно так же Cubase имеет своих конкурентов. Это вообще не самая, собственно говоря, передовая в мире программа в этой области. Их несколько конкурирующих. Есть Pro Tools еще так называемые. Есть там всякие лоджики. Не знаю, там попроще вариантов. Там есть всякие облетоны и прочие какие-то фрунтилупсы. Но в целом такой вот золотой стандарт. Это или Cubase, или Pro Tools, в котором и осуществляются все эти действия над MIDI по приведению этого самого MIDI в человеческое звучание. В целом класс этих программ называется DAW. И любой, любая из этих программ на самом деле подойдет для того, чтобы делать то, что я сейчас буду делать. Просто я в какой-то степени владею Cubase, поэтому в нем показываю. А идеология одна и та же. В каком-нибудь нотном редакторе набрать ноты, превратить эти ноты в MIDI-формат. Мы это прямо сейчас сделаем. Сохранить как... Ой, не туда полез. Экспорт MIDI. И сохраняем вот с видов MIDI. Значит, вот в этом формате все инструменты сохраняются в разные треки. Каждый инструмент у нас будет занимать отдельный трек на дорожке этого, значит, на Cubase-овской дорожке. Вот он сохранил. У нас 19 получилось дорожек. Ну, кстати, можем проверить для интереса, действительно ли их 19. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девенадцать, девенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Ну, правильно, 19 это пустая дорожка. Она будет обозначать, что это просто MIDI-файл. Это нужно для Cubase-а знать. Вот, значит, все мы сохранили, и отсюда мы выходим. Это нам тоже больше не понадобится, а нужна нам программа Cubase. Вот мы ее открываем. Это версия десятая, она сейчас, насколько я помню, последняя. Создаем пустой документ. Вот открывается вот такая штука. И дальше мы импортируем сюда этот MIDI-файл. Идиот он тут, вот он там, свиридов. Вот он сюда зашел. Значит, каждая дорожка, вот здесь как-то так выглядит, каждый инструмент. Ноты здесь обозначаются другим немножко способом. Можно представить их в таком же виде, как и обычно. Здесь есть редактор партитур. Но в целом с этим видом аудиоредакторов удобнее работать в умолчательном виде, где ноты представляются как такие длинные палочки. То есть, чем дольше нота длится, там, целая, там, четверть и так далее, чем длиннее она, тем длиннее сама палочка, а ноты обозначаются вот на этой клавиатуре слева. Вот заранее видно, что, например, это там, да, си бемоль, и длится целую ноту плюс еще три четверти. Вот. Но неважно. В общем, партитура наша теперь выглядит так. Значит, единственное, что мы неправильно сделали, сейчас я немножко поменяю, она уже пришла с прописанными автоматизациями, так называемые. То есть, здесь есть крещендо-диминуэндо, который сам в финале у себя там в своей фантазии создал. Потому что у него есть такой режим, который я забыл просто отключить. Сейчас мы немножко вернемся назад. Прошу прощения. Обратно вернемся к нашему. Финалевскому файлу, и я в нем отключу этот режим. Сейчас увидите, в чем разница. Вот здесь лежит. И мы опять, значит, сохраняем это как медиа. Сейчас будет по-другому. Все, открываем опять Cubase. Открываем Cubase. Создаем пустой документ. Опять, значит, импортируем в медиа. Да, вот видите, теперь нет автоматизации. Теперь просто, значит, что нас интересует. Автоматизацию мы создадим сами. Сейчас, потому что это делается не автоматом. Это руками все надо делать. Значит, сейчас здесь есть просто голые ноты. То есть, тут сама информация о нотах. И громкость, с которой они, значит, прописаны в медиа. Вот у нас было Fortissimo. А вот эта вот громкость. Вот 102, видите, там циферки слева, да? Вот тут можем сделать меньше, можем сделать больше. Сейчас мы все равно ничего не услышим. Нам нужно теперь ассоциировать с каждой вот этой вот дорожкой какой-то инструмент из библиотеки сэмплов. Значит, мы начнем это сейчас делать. Это не очень быстрый процесс, потому что все сэмплы занимают, как я говорил, большое место. Это большие файлы, и пока он себе там скопируется в оперативную память, проходит какое-то время. Сократить это время можно путем размещения всех, значит, сэмплов на SSD-дисках. Что я и делаю. Но все равно это не супербыстрый процесс. Значит, что нам нужно? Нам нужно открыть вот здесь окошко выбора вывеста инструментов и добавить инструмент. Они разные бывают. Есть много разных и библиотек, и инструментов. То есть, бывают синтезаторы разные, там, не знаю, какие-то обработчики звука, которые, каждый из них тоже является вот таким вот инструментом. Нас интересует инструмент, который называется контакт. Контакт – это такой контейнер, внутрь которого можно поместить кучу разных библиотек. Значит, вот открылся этот контакт. И вот библиотеки, которые у меня интегрированы в Cubase. Есть их на самом деле огромная куча. Есть люди, у которых тут вот в этом окошке сотни библиотек. Мне столько не нужно. Вот тут те, которыми я пользуюсь, нам сейчас их вполне хватит. Значит, давайте сейчас по-простому пока на примере одной дорожки покажу. Дальше мы уже будем работать со всем файлом. Значит, для струнных есть очень хорошая библиотека. LA Scoring Strings называется. Но она такая для таких тягучих скрипок. Вообще, струнные сложнее всего синтезировать, сложнее всего оцифровывать. Они наименее похоже звучат на компьютере. Поэтому, когда научились делать вот эти длинные тягучие скрипки достаточно похоже, все в композиторском комьюнити были очень рады. LA Scoring Strings – это один из таких первых инструментов, который умел делать скрипки очень хорошо. Но поскольку у нас здесь музыка такая именно у струнных отрывистая, там ведь постоянная такая марката, нам больше подойдет другая библиотека. Она называется Spitfire Symphonic Strings. Это хорошая библиотека, но она с тягучими скрипками не очень хорошо справляется. А вот с такими отрывистыми очень хорошо. И вот мы берем прямо BATS-инструмент, Violins 1, выделяем его. И вот он пошел грузиться. У меня он грузится довольно быстро, но если бы это был не SSD, а обычный Winchester, то это было бы в 10 раз дольше. И вот каждый инструмент, вот так вызывать, вполне можно потратить час на какой-нибудь большой партитуре. Поэтому мы создаем так называемый темплейт. Это делается, целиком собирается оркестр. И здесь можно так запрограммировать, что Cubase просто запомнит весь порядок действий и будет его повторять при каждом включении. О, что-то зазвучало уже, кстати. Это я нажал случайно на MIDI-клавиатуру. Ну, в общем, вот как раз у нас загрузилась, значит, эта библиотечка. И теперь мы можем, в принципе, какую хотим строчку отсюда, сассоциировать с этой библиотекой. Сейчас поиграю на MIDI-клавиатуре просто, да, без дорожек этих. Вот как звучат скрипки. Вроде, ну, как-то звучат очень экспрессивно, по-дурацки довольно-таки. Но в чем, как бы, прелесть всех этих библиотек? В том, что у каждой ноты есть огромное количество модуляторов. Вот они. Ну, в данном случае у нас вот в этом варианте, да, в варианте обычного, значит, обычного звучания, да. То есть, ни короткого, ни длинного, без сурдины и так далее. Обычное, вот просто, вот как играют люди на скрипках. Вот. У нас здесь есть вариант менять динамику, вибрацию, да, степень вибрации, скорость ведения смычка и экспрессион. Ну, это, как бы, ну, грубо говоря, это громкость вместе с, ну, вот с экспрессией. Не знаю, как это перевести на русский язык. Ну, в общем, это один из важнейших параметров звука. Вот. И каждую ноту эта библиотека автоматически подтягивает из кучи-кучи файлов. То есть, это на самом деле здесь, значит, вот обслуживающий каталог файлов, который обслуживает этот один тембр, он там может заключать в себе, там, 50 тысяч файлов, например, да. Это гигантское количество, это огромная работа, которую провели звукорежиссеры, вот, для нас, композиторов. Значит, что здесь у нас есть? Вот внизу нарисованы так называемые кей-свитчи, да, переключалки между вот этими вот вариантами тембров. Ну, например, между обычным звучанием, арка и пицциката. Вот у нас переключалка, которая у нас арка показывает, а мы сейчас возьмем, бац, на пиццикат. Вот, видите, перешло нотами. И на самом деле на медиа-клавиатуре можно это использовать для игры в реальном времени, да, потому что часто, например, кинокомпозиторы пишут свою музыку вот не так, как мы сейчас делали, да, что набрали ноты, а потом уже делаем какое-то звучание, а сразу прямо в Cubase или в Pro Tools или в Logic, в общем, в подобных программах сразу прямо играют внутри сэмплов на медиа-клавиатуре. Вот такие свитчи позволяют быстро переключаться между тембрами. Вот, и вот мы сейчас можем, бац, взять и поставить ассоциацию вот этой строчке, вот, добавили, это первые скрипки, к этому тембру. Это вот здесь делается, бац, контакт первый, первый контакт у нас, первый его слот, вот он, запрограммирован на первые скрипки. И вот теперь, смотрите, бац, берем, ставим соло этот, значит, этот инструмент и слушаем, что там звучит. Ну, звучит какой-то рэ-бемоль. Значит, темп мы ставим, какой у нас там был, 160. Забыл темп поставить. И теперь ищем, какой бы тембр нам подошел. Нам не подходит ведь такой рэ-бемоль отрывистый, не отрывистый, да, такой длинный. Настырный, он сам себя перебивает, плохой рэ-бемоль. А мы возьмем другой. Возьмем другой тембр. Вот такой, например, попробуем и послушаем, что получается. Ничего не получается, потому что я не перевел. Так, вот. Видите? Уже совершенно другое дело. Ну, для интереса можно там, любой попробовать, там, кол-леню, например, да. Сейчас. Вот, например, или тремоло. Да? Разные трели, там, пицциката. Да, тенута. Сурдинная игра. Но нас интересует вот этот вот отрывистый. Вот он. Значит, он у нас запрограммирован на кейсвич на ноте ре внизу, да, в нулевой октаве. Мы заходим сюда в редактор. Находим нулевую октаву. Находим ноту ре. И вот так ее пишем во всю длину этого места. И теперь смотрим. Нет? Что я ошибся? Неужели не нулевая? Значит, минус вторая. Такое бывает. Да, минус вторая. Вот. Теперь, значит, что мы можем еще менять? Смотрите, сейчас рисуем здесь разные кривые. Смотрим, как звук меняется. Видите? Диминуэндо, крещендо. И так далее. Сейчас я это все отменю, потому что у нас там, в общем-то, на форте все происходит. Да, и, естественно, от громкости самой атаки звука, да, вот она вот здесь атака, тоже очень многое зависит. Например, мы можем максимум поднять. И вот так все будет звучать. Или можем поменьше. Ну, видите, не так и не активно. Вот. Ну, мы сейчас все оставим по умолчанию. Ну, в принципе, и так хорошо прозвучит. Значит, что мы дальше делаем? Мы продолжаем грузить наш вот этот контакт разными тембрами. Нас интересуют вторые скрипки. Теперь, да? Ну, вот они, вторые скрипки. Что интересно, здесь вторые скрипки взяты не как просто клон с первых, да? Потому что, ну, по идее, один и тот же инструмент. Какая разница? Нет, они заново записаны. Здесь другое звучание. Вот. Значит, альты грузим. Да. Альты, виолончели грузим. Видите, не очень быстро это происходит, даже при условии того, что библиотека хранится на SSD. Так, и контрабасы. И все они будут сейчас играть у нас одним тембром. Нас интересует вот этот вот отрывистый маркированный тембр. Здесь запоминаем, на каких они сидят в каналах. Этот на первом, втором. Ну, там по порядку будет. Третий, четвертый, пятый. И также и выдаем вот этим строчкам. Значит, вот это у нас как сидело на первом, так и сидит. Эту ставим, вот, контакт, второй. Значит, альты стоят. Контакт, третий. Виолончели стоят, контакт, четвертый. Контрабасы стоят, контакт, пятый. Вот. А что нас пикало вниз ушло? Сюда переставим. И теперь мы можем послушать, что получается, если, да, если, так, сейчас сохраним. Что получается у нас, когда мы полный струнный оркестр поставили? И сразу в нем пропишем только вот кейсвич, да, чтобы тембр был маркированный. Так. Ре в минус два. Да. Альты. Вот они, да, виолончели и контрабасы. Сейчас у нас, правда, басы могут все перебить, такое бывает. Ну, и посмотрим. Пробуем. Плохо звучит. А, вот так вот хорошо. Да. Довольно похоже на правду. Значит, почему у нас вначале длинный был тембр, почему была обычная арка? Это неправильно. А мы возьмем, сейчас перехитрим всю эту штуку. Сдвинем на такт вправо. Ага. Все. Вот на такт вправо сдвинем, а модуляторы все поставим левее. Это да уж точно будет. Точно будет нормально все. Так. Значит, вот она. Да, еще раз повторяю. Вот это вот, то, что я делаю, он просто указывает в библиотеке, какой брать тембр из нее. Вот, а ноты у нас уже прописаны, и мы их взяли, собственно, из нашего MIDI-файла, который получился из наших набранных нот. Так. Все получается. Это неправильно поступает. Мне не нравится, что он делает. Видите, бывают такие глюки. А вот здесь все хорошо. Но ничего страшного. Не страшно. Мы возьмем со второй доли. Так. Значит, теперь нам осталось взять духовые. Найти их. Где у нас духовые, какие библиотеки у нас за них отвечают. Мы открываем новый контакт. Новый контакт. И в нем мы ищем деревяшки. Вот. Значит, эта библиотека, она достаточно старая. Она называется Istvest Platinum. Что-то там коллекшн какая-то такая. Значит, я ей время от времени пользуюсь. Хотя она уже старая. И есть более новая, более продвинутая библиотека. Это Берлин. Ну и там разные серии. Берлин Вудвинс, есть и Берлин Перкашн и так далее. Там разные оркестровые группы объединены. Вот. Давайте попробуем отсюда взять. Значит, возьмем из берлинской коллекции, например. Да, ну вот, нас интересует что? Флейта пиккола. Да, флейта. Давай грузись, флейта. Ну вот, не быстро. Да, это большие инструменты. Вот, видите, флейта пиккола, например, которая загрузилась до этого. Она почти гигабайт занимает. Флейта сейчас будет еще сильно больше. Дальше нас интересует гобой. Я не буду их по два брать. Время просто не занимать сейчас. Но идеология такая, что если нужно два гобоя, каждый из них сольный, то можно разделить эту дорожку на две части и дать каждой из частей отдельный тембр. Вот, значит, гобой пошел. Английский рожок. Английский рожок. Давай грузись, английский рожок. Вот, видите, кстати, флейта все еще грузится на самом деле в память. Вон она какая большая. Два гигабайта с лишним занимает. Хотя, на самом деле, я сейчас, конечно, неправильно загрузил их, потому что нам ведь не нужно будет много тембров. Нам нужен просто они ноту тянут одну и все. А здесь куча разных, здесь видите, там и стаката есть, и маркированные, и трели разные, и разные варианты еще. Там вибрато, в дыхании. Куча всяких параметров, которые нам сейчас просто не нужны на самом деле. Так, значит, кларнет. Кларнет, кларнет, кларнет. Так. Бас кларнета здесь нет. Мы его возьмем из другой библиотеки. Он есть вот здесь должен быть. Вот бас кларнет. Другая библиотека из Твеста. Это маленькая библиотека. Видите, как быстро загрузилась. Всего 35 мегабайт занимает. В то время как из той библиотеки кларнет занимал почти 2 гигабайта. И вот эта разница, собственно, это на самом деле и будет разница в конечном звучании. Хотя вот в таком туте, ну, плевать на это. Не важно. Но в каких-то сольных кусочках, конечно, чем богаче библиотека, чем с более разных записанных микрофонов и так далее, тем лучше, конечно. Так, значит, фагот. Фагот, фагот. И контрфагота здесь нет. Значит, в этой коллекции он есть. Опять-таки, у Иствеста. Вот мы его отсюда и берем. Так, деревяшки есть. Можем их сейчас все, опять-таки, проассоциировать, да? Связать. Заметьте, вот я вот сейчас сохранил файл. Он же довольно долго сохраняется. Чем больше библиотек туда интегрирована, тем он будет дольше думать. Компьютер. Итак, значит, флейты. Мы ассоциируем со вторым контактом. Флейты. Второй должна уйти. Да, потому что Piccolo у нас первый. Первый я имею в виду канал, да? Один контакт внутрь себя может вместить 16 дорожек. На самом деле, с разными ухищрениями 64, но вполне достаточно 16. И этих контактов самих можно немерено туда внутрь программы загрузить. Вот у нас сейчас их два загружено, да, видите? На самом деле, бывает проект, когда их там 50. То есть, ну, прям можно очень много. Все зависит исключительно от количества свободной оперативной памяти. Вот. Значит, сейчас эти все дорожки повыставим. Проверю, точно ли на шестой у нас басквар нет. Да, вот она у нас, шесть цифр. Фагот на седьмой. Контрафагот на восьмой. Сейчас просто проверим. Ага, контрфагот всех сейчас перебьет. Это случается, потому что он из другой библиотеки, они с разным уровнем громкости записаны. Мы вот сейчас просто тише сделаем все ноты. Вот так вот. Ну и бас-клорнет тоже, да, поняли, да? Вот мы их взяли из других библиотек, и, соответственно, они на себя все перебивают. Сейчас мы их тише. Постоян. Да, похоже на правду. Можем отдельно послушать эту группу деревяшек. Я думаю, что контрфагот очень громкий. Все равно сделаем его еще тише. У Гобоя залипла нота. Такое случается, решается вот так. Это время, от времени происходит такой глюк. Ничего, перестанет. Так. Значит, это есть. У нас остались теперь медь. Опять мы, значит, на эту группу отдельно отдельный контакт подключаем. И по поводу меди есть вот, наверное, здесь волторны хорошие. Только нужно нам группу Валторн сразу. Не знаю, есть ли тут группа. Хорн ансамбль. Ну да, есть. Группа Валторн. Смотрим. Это тоже берлинская коллекция. Да, ну, большая группа долго грузится. Ну, уже немного осталось. Я не буду сейчас этот звук доводить до какого-то совершенства. То есть, на самом деле, здесь огромную можно проводить работу, и это целая наука. Вот. Ну, в рамках такого коротенького обзора я не буду сейчас показывать. На самом деле, можно расстановку оркестра сделать. Можно там по панораме расставить прям так, что каждый отдельный инструмент будет в своем месте зала сидеть. Мы будем с разных сторон все слышать. Можно отдельно прописать все возможные артикуляции у каждого инструмента, что там флейта брала вот звук четко в нужном направлении, с нужной атакой, отпускала ровно через какую-то долю секунды, как мы хотим, чтобы было. Можно все это делать, но мы сейчас это делать не будем, дабы время не занимать. Вот, значит, группа Valthorn. Да, сейчас сейчас и трубы теперь нам нужны, да, трубы. Вот она группа труб. Трамп и там самый. И дальше нам еще понадобятся ударные. Под ударные тоже мы отдельный контакт поставим, чтобы не путаться потом в них. так. Все, труба есть. Значит, ставим Valthorn. Нас интересует вот этот третий контакт, первый канал. А у трубы тоже вот этот третий контакт, только канал будет третий. Ой, третий, второй. 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 Мы же не не ставили вторую группу Valthorn. Она те же ноты играет. Так, ну, можно для интересного. Узнали все, да? Так, даже я хочу все целиком уже потом послушать. Ага, а Valthorn понадобятся нам более яркие, на максимуме экспрессии поставим. Конечно. Так, все, хорошо. Значит, остались ударные. Ставим им отдельный контакт, добавляем здесь, ищем. Нам нужен малый барабан. Наверное, он в снаерах. Тут их, видите, огромное количество. Не знаю, какой брать. Просто беру первый попавшийся. Не, не знаю, как он будет звучать. Сейчас посмотрю. Не, но он какой-то низкий очень. Давайте поменьше размером. такой, например. Как видите, ударные тембры меньше места занимают. Ну, это какой-то крикливый очень. Значит, ну, вот что сказать, золотую середину какую-то. Вот это, что ли? О, вот это нормальный. Вот здесь выделены, кстати, ноты, которые в этом тембре запрограммированы. То есть, ну, понятно, что малому барабану много-то не нужно, да, тембров, он что умеет, там, отдельные ноты играть, и какие-то, там, сочетания, да, ритма, тарарам, 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 вот это вот все. Ну, вот это и записано, там, тремоло, и нот много не нужно. Нужно только запомнить, какая из нот нам нужна, собственно. Вот эти, до и ре, это левая и правая рука, вот нас вот они будут интересовать, до и ре. Так, хорошо, значит, с этим разобрались, нам нужно найти коробочку, тут я понятия не имею, где она сидит, но наверняка она тут где-то есть, не такой редкий инструмент, где-нибудь она есть, может быть, а, вот, вот блок, все, возьмем вот отсюда ее. Все, идеально. Только повыше нужна, вот какая-нибудь такая, да. Так, все, на этот контакт вешаем, значит, у меня малый барабан на первом канале и на втором канале коробочка. Второй канал, коробочка. Пробуем, значит, нам до и ре нас интересует. Не помню, в какой, сейчас, не помню, в какой октаве он был. Наверное, вот в этой. Он может играть одной рукой, а может двумя, наверное, это чуть по-разному звучит. Сейчас посмотрим. Ну, чуть-чуть, маленькая разница есть, можно так распределить, а можно... Да, небольшая разница все-таки есть. Значит, тогда мы сделаем так. скопируем, 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 опять так, сколько тактов, это уже 4, да? и вот здесь тоже дело скопируем и получится нормально. Даже лишнего накопируем. Окей. Так, а коробочка у нас вот она. Сейчас мы ее найдем, где у нее там ноты какие. Видите, разные ноты. нам нужно повыше. Наверное, вот такая. Может, еще выше какая-нибудь. Только она тихая какая-то, может быть, можно громче как-то. ну да, максимум громкости. Ну и все. И теперь можем послушать, что получилось у нас в результате. И это, понятное дело, это не окончательный результат, да? Потому что, чтобы был окончательный результат, нормальный, это нужно работать гораздо больше. нужно прописывать вот здесь все автоматизации, все крещендо-диминуэндо, атаки и прочие дела вот здесь в нижних этих модуляторах. Вот. Но мы сейчас делать не будем. Мне кажется, и так в общем понятно, что возможности большие. Давайте послушаем, что получилось. Я сам не знаю, что вышло. Завис этот гобой все равно. Сейчас мы его уберем. Это не проблема в конечном файле этого не будет. Это вот именно во время использования программы такое бывает. Ну, вот как бы по-моему невооруженным ухом слышно, что так, мягко говоря, лучше. По-моему, в конце я забыл набрать кусочек этой коробочки еще. Давайте это исправим. Да. Так-то лучше будет. Значит, все это дело можно сохранить просто в обычном аудио. Единственное, что, по-моему, труба немножко назад у нас до уходила. Это из-за того, что у нее атаки длинные. Сейчас мы ее поправим. Да. Группа трубы. можно ее просто чуть-чуть влево подвинуть по времени. Сюда, например. Ну, теперь она вовремя. и мы теперь можем это взять и сохранить. Сверидов сохраняем в рабочую папку бац экспорт аудио. Вот происходит так называемый аудиомикс. И по идее вот в конечном итоге появляется файл, который можно слушать вот здесь. Он будет точно так же звучать. Сейчас попробуем отсюда нужно выйти тогда. Вот. Выходим. Выходим. и так далее. Теперь еще раз сравним. Сравним. Сейчас он заново грузит значит это все в программу. Грузит все пытается это в память в оперативную запустить. То есть кубейские файлы они не очень быстро включаются. Но это большие объемы потому что большие объемы оперативной памяти используется. Вот значит это программка. мы знаете что не сделали у нас еще не до конца почему-то малый барабан. Сейчас надо это упущение исправить. Вот. Вот теперь будет хорошо. другое дело. вот вот так. Таким образом мы пользуемся компьютером. В общем это очень полезная штука. И как когда-то бумага пергамент превратился в бумагу. свечное освещение превратилось в лампочку Ильича. Ну вот так же у нас теперь бумага помаленьку превратилась в компьютер. И на самом деле большое подспорье в работе композитора, которое позволяет нам первыми услышать что мы на самом деле написали, сделать соответствующие выводы и провести какую-то работу над собой. всем всяческих успехов в нашем нелегком деле. Надеюсь это видео может быть кому-нибудь поможет. Всего доброго!